Маленькие гении и никак иначе. Все они участники соревнования по ментальной арифметике. Это система развития детского интеллекта, построенная на обучении быстрому счету в уме, по необычной методике. Занимаясь ментальной арифметикой, у детей развивается память, концентрация внимания, образное мышление, развиваются оба полушария мозга. То есть это развитие когнитивных навыков ребенка, развиваются оба полушария мозга. Но нужно понимать, что ментальная арифметика, помимо быстрого устного счета, она еще и дает такой результат, как успеваемость в школе улучшается. Дочка в этом сентябре идет в первый класс, и я стала задумываться, как нам готовиться. То есть те тетрадки, которые нам сказали заниматься в школе на подготовительных занятиях, ее, если честно, приводили в ужас. То есть она ложилась на стол, она говорила, один плюс один, два, вот так вот. То есть я очень боялась, что у нее математика не пойдет, при том, что она очень сообразительная, очень умная девочка. Перед соревнованиями, а точнее математическими подсчетами, проходит разминка. Тоже своеобразная, на проверку сообразительности и аналитических способностей. Вниз. Уши. Я могу ошибаться, знаете ли, не я в соревнованиях участвую. Вы не должны ошибаться. В городе Раменском данные соревнования проходят впервые, но ученики, которые занимаются в Раменском, они уже участвовали во всероссийских соревнованиях и тоже достаточно успешно. Были чемпионы России. Вот. Поэтому ваш город очень плодовитый на чемпионов. Вот. Замечательные дети. Мы очень рады, что в вашем городе есть возможность обучать детей. Этот день особенно ответственный для ребят. Именно сегодня выявляет самых быстрых в устном счете из нашего района. А ведь участникам этого конкурса всего-то от пяти до двенадцати лет. Первые вычисления, они идут при помощи счет Абакус, которые мы из истории знаем. Они уходят далеко в древность. Пять тысяч лет назад появились впервые в Китае, где как раз таки позволяет работать детки там руками, двумя. И это способствует развитию и левого, и правого полушарий. Мы знаем, что левое полушарие за творчество отвечает, правое за лоб. А это целиком. А потом уже мы сегодня увидим, как вычисления происходят дети уже в уме, с большими цифрами. На сей раз в конкурсе принимали участие 30 ребят. И на соревнования дается всего пять минут. Звонит звонок. Дети за пять минут должны решить 70 примеров абсолютно разной сложности. Сложение, вычитание, умножение, деление. Вот. И они это должны сделать очень быстро и в каждом примере по нескольку слагаемых. То есть обычный человек способен это сделать, способен решить за пять минут, ну, максимум примеров 30. Я считаю, что ребенку полезно будет поучаствовать в таком большом состязании. То есть я очень боюсь, что она расстроится и будет сильно рыдать, потому что такой характер. Вообще она, конечно, маленькая еще. Дома ребенок может как-то размазываться. Там котик пробежал, бабушка предлагает конфеты, еще что-то. А здесь она видит таких же детей, как она. И она, ну, моя, по крайней мере, девушка. Она мобилизуется, ей интересно, она вон болтает уже с кем-то знакомыми. То есть это свой коллектив, свои уже отношения. Не семья, а именно какой-то детский коллектив. И это очень хорошо, очень полезно. Раменская в ментальной арифметике уже заявила о себе громко. На весь мир. В нашем городе проживает Данила Белякова. Она чемпион мира по ментальной арифметике. И она была награждена вот именно в международных, на международных соревнованиях, в которых участвовало 2000 человек. Вот. И вот ваш город прославила тем, что стала чемпионкой мира. И я думаю, что это здорово, что у детей есть возможность проявить себя и на международной арене тоже. Дети, которые принимают участие в этих соревнованиях, тоже могут выйти на мировой уровень и стать участниками соревнований в Китае. В июле этого года именно в этой стране и пройдет очередной конкурс по ментальной арифметике. Ну, а всем участникам мы говорим о лохо, что значит добра и радости. Руки поднимаем наверх с карандашами. Все, 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 все. Отлично. Сейчас у вас собирают работы. Антон Карташов, Елена Цыганова, Ольга Захваткина для программы «Городские вести». Антон Карташов, Елена Цыганова, Ольга Захваткина для программы «Городские вести»